Дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ, меня зовут Дарья Сударева. Сегодня у нас в гостях прокурор Засвияжского района Владимир Громов. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня наша беседа проходит в преддверии праздника, 12 января, день работника прокуратуры. Можно ли подвести небольшие итоги работы отрасли в 2019 году? Да, конечно. Если говорить о состоянии законности на территории Засвияжского района в истекшем 2019 году, то следует отметить, что, к сожалению, по-прежнему количество выявленных нарушений работниками прокуратуры Засвияжского района города Ульяновска по-прежнему высоко. Традиционно выявляется много нарушений в сфере соблюдения трудовых прав граждан, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также, к сожалению, много вопросов остается к работе службы судебных приставов. Ну и без нареканий не остается работа и органов предварительного расследования. Одной из наиболее острых проблем, которая имела место в 2019 году и продолжает оставаться на территории Засвияжского района, это состояние законности, связанное с несвоевременной оплатой труда работников. Так, если говорить в целом о работе, проведенной прокуратурой в истекшем периоде 2019 года, то было предъявлено свыше 500 исков в защиту интересов прав работников. И в их интересах, если говорить о количестве работников, то это свыше 1000, а конкретное число это 1030 работников, чьи права были восстановлены, было взыскано и возмещено свыше 32 миллионов рублей, которые были несвоевременно выплачены работникам за произведенную им работу. На начало 2019 года общий размер задолженности по несвоевременно выплаченному заработной плате составлял свыше 40 миллионов рублей. Тот размер, который нам удалось взыскать, я вам уже, в принципе, озвучу. Если говорить о еще одной значимой проблеме, которая стоит перед жителями Сверского района, то следует отметить, конечно же, ту проблему, которая связана с несвоевременным окончанием строительства многоквартирных домов, которые возводятся в том числе и с привлечением средств дольщиков. Из 36 возводимых на территории Сверского района города Ульяновска многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков в настоящий момент проблемными являются 9. В результате работы, проведенной работниками прокуратуры Сверского района, удалось добиться окончания срока строительства трех многоквартирных домов. Но это, конечно же, не предел, поскольку ситуация очень актуальная, и мы продолжаем работать на этом направлении. Помимо того, что мы, естественно, отслеживаем строительство каждого дома мы проводим целевые проверки по отслеживанию целевого расходования денежных средств, привлеченных от дольщиков, затраченных на строительство, мы ежемесячно, а бывает и чаще, проводим заседания рабочих групп, на которых мы заслушиваем дольщиков, не дольщиков, точнее, заслушиваем застройщиков, которые поясняют нам о причинах нарушения срока сдачи возводимых домов и несвоевременной передачи жителям их квартир. Итоги года говорят о том, что есть положительная динамика в решении проблемы с дольщиком. Как по-вашему, ваша оценка происходящему, есть все-таки положительная динамика в решении проблем дольщиков, либо все остается на этом же месте? Нет, на этом месте, конечно, ситуация не статична. То есть положительная динамика есть. Как я уже обозначил, это то, что в результате совместных усилий органов местного управления, органов государственной власти, органов прокуратуры нам удалось добиться о том, что те три дома, которые в 2019 году явились проблемными, их строительство было окончено. Вы упомянули про охрану труда. Неоднократно уже тоже эту тему мы обсуждали и в СМИ, и на телевидении. И многие жители Ульяновской области признаются, что они просто боятся идти в органы прокуратуры, прокуратуры, может быть, какую-то жалобу писать. Вот что можно в данной ситуации, может быть, пожелать и какой-то совет дать жителям? Как не бояться? Нет, не то, что не нужно бояться. Не нужно даже замалчивать какие-то факты, когда трудовые права граждан нарушаются, либо пытаются ущемляться со стороны работодателя. Потому что по каждому факту будет проведена в прокуратуре Засвежского района города Ульяновска тщательная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям работодателя. Если права работника были нарушены, они будут восстановлены. Для этого будет применен весь тот инструментарий мер прокурорского реагирования, который у нас имеется. Начиная с подачи искового заявления, возмещения несвоевременно выплаченной заработной платы и заканчивая вплоть до возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности не ради его работодателя. Кроме темы строительства, какие еще можно назвать направления, отрасли работы, где были возбуждены уголовные дела в 2019-м? В 2019 году в результате проверок, проведенных прокуратурой Засвежского района города Ульяновска, были выявлены факты хищения бюджетных денежных средств при оказании услуг по подготовке воспитателей. Это по Ульяновскому государственному педагогическому университету и по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается. Также наибольший интерес представляет проверка, проведенная в части расходования денежных средств, привлеченных от жителей сотрудниками управляющей компании, которые похитили денежные средства и в результате этого привлекаются к уголовной ответственности по статье предусмотренной статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Какие планы на следующий год, 2020? Можно уже какие-то планы озвучить? То есть, будет, естественно, продолжаться работа в данных направлениях? Может быть, что-то конкретное, какие-то шаги уже есть? Нет, естественно, анализ ситуации складывающейся на территорию района, он подсказывает нам те направления и те проблемы, которые мы обязаны решить в 2020 году. Может быть, я, конечно, повторюсь, но одной из актуальнейших проблем является, конечно, соблюдение прав дольщиков, поскольку если граждане не своевременно получают квартиру, за которую они отдали денежные средства, по большинстве своих лучших они привлекают эти денежные средства по ипотеке и несут определенные денежные потери. Конечно, каждый день просрочки, это очень болезненно, это требует незамедлительного решения, поэтому этой проблеме мы будем уделять самое пристальное внимание. Другой острой проблемой, которая, к сожалению, продолжает оставаться у нас на повестке, это проблема своевременности выплаты заработной платы труда. Есть еще проблема, которой мы в настоящий момент занимаемся и доведем ее до логического завершения, это соблюдение законодательства при проведении процедуры сокращения на УАЗе. Следующая не менее значимая проблема, которая стоит на повестке дня, это соблюдение прав граждан при благоустройстве прилегающих территорий, автомобильных дорог, поскольку комфортная городская среда, она очень важна. Поэтому основные направления, которые стоят перед нами на повестке в 2020 году, я вам назвал. Спасибо большое. Ну и в завершении нашего разговора, что бы хотели пожелать вашим коллегам ко дню работника прокуратуры и, может быть, пожелать в следующем году? В преддверии нашего профессионального праздника я хочу обратиться не только к работникам прокуратуры Засвияжского района, но и ко всем работникам прокуратуры, а также к ветеранам и, конечно же, к членам семей наших работников и ветеранов. Поздравить вас с нашим профессиональным праздником, пожелать здоровья, успеха и упорства в нашем нелегком труде. Спасибо. Спасибо. Наша передача подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова